Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 октября, день Фомы, посвящен святому апостолу Фоме. Он был одним из 12 апостолов. Ранее занимался рыболовным промыслом. Известно, что Фому часто называли близнецом, поскольку внешне он был очень схож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, сам Христос явился к нему и показал свои раны. Отсюда пошло выражение «Фома неверующий». Впоследствии Фома проповедовал христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью от рук язычников. Сегодня молились апостолу Фоме. Обязательно отправлялись утром в церковь и ставили ему свечку. Делали всевозможные запасы на зиму и верили, чем больше припасешь сегодня, тем легче будет пережить зиму. В народе существовало убеждение, что апостол Фома очень любит завистливых и бережливых людей. Расточительность, особенно в этот день, не приветствовалась. Сегодня подводили итоги года, удалось ли получить доход от своей хозяйственной деятельности. А в особо урожайные годы накрывали богатый стол и отмечали успешную трудовую деятельность. В русском фольклоре личность Фомы связывают с Еремой. Это два персонажа из народных сказок, которые выступают в роли комичной парочки. Они совершали различные глупые поступки. Далее возникли пословицы, поговорки, частушки и даже картинки на эту тему. Приметы. Если вороны собираются в стаи, жди ненастья. Какова вечерняя заря, такого будет и следующий день. А вот этот арабский на кефире очень идет даже на уран. Странно, удивительно даже. Не знаю, может быть сложно сочетать с кефиром вот эти картошки все. Действительно, если слишком много туда добавляют колбаски, если слишком много добавляют туда яичечко добавляют, и добавляют еще и картошечки, то получается, что этот суп, ну, слишком много продуктов, которые в такой вот среде, которая охлаждает организм, не перевариваются. То есть нету такой особенности или способности к перевариванию. И получается, что все так и лежит, и у многих еще после окрошки такой возникает бурчание в животе. Это говорит о том, что что-то мы переложили туда все-таки. А вот этот суп в основном солим. А для того, чтобы, смотри, лучше у нас не соль использовали, а использовали морскую капусту, тогда это будет более целебная вещь. Можно поделить пополам. Можно. Ну и с капустой. И знаешь, что еще? Я бы еще сюда добавил проросшую пшеницу. Даже так. Что будет сделать наше блюдо более целебным. А давайте, правда, сделаем классический арабский. Давайте, классический арабский попробуем. А я возьму проросшую пшеничку. Да, значит, классический арабский мы тогда вот чуть-чуть сейчас отложим вот сюда нашей основы. Повторю, зелененький весит. Пришел огуречек, съел этот кузнечик, съел огуречек. Огурчик, и вот, значит, базилик, мята, петрушка, чеснокек. Вот так вот я сюда положу. Ну вот, да? А сделаем целебный. Хорошо. Тогда у меня здесь будет соль классическая. Да, соль классическая. Уже такой супик будет удерживать воду в организме. Хотя и этот утешит кисли. А я еще добавлю проросшие пшенички, как вы видите. Ой, новенькая у нас. Да, я как раз к этому прорастил. Три столовые ложечки проросшей пшеницы. Проросшая пшеница, как я уже неоднократно говорил, она по своему составу из крахмалистого продукта превратилась в растительную. Она ничуть не будет влиять на сочетаемость продуктов. А наоборот будет его дополнять. И за счет витамина группы В сделает наш арабский суп уже более целебный. А насчет соли? Насчет соли. Давайте попробуем сначала без соли. Вообще без соли, да? Если мы такой суп будем пробовать или такой холодный суп, я думаю, что он будет выводить лишнюю воду заранее. Хорошо. Или по крайней мере удерживать ее. Все, ладно. Мы будем в красоту. А, вопрос у меня. Огурет способствует выведению желтой желчи. Что такое желтая желчи? Желтая желчи. Дело в том, что в печени у нас, печень, представляете, какой орган, консистенция такая у него, мягенькая. Вот. И что происходит там? Значит, образуется желчь, и она медленно, как бы сказать, стекает в желчный пузырь. И для того, чтобы она стала более текучей, надо подать, что структурировано будет. А где мы ее берем? По огурце. И печень, орган горячий. Из-за того, что он горячий, там может все подсыхать. Делается более вязко. И как только мы добавляем огурчика, получается то, что надо. И в защиту огурца, что я должен сказать, если вы вырастили огурчик своими руками, и знаете, что там нет никаких нитратов, обязательно используйте кожуру. Потому что в кожуре содержится гораздо больше питательных веществ, особенно минеральных, которые будут влиять на наше здоровье положительно, укрепляя кожу, ногти, делая прекрасными волосы. Поэтому используйте. Да, дух, естественно, идет такой хороший. Уже запальный сок у нас выделяется. Еще вот есть момент, знаете, какой? Вот мне нравится, когда вы говорите, захотели поесть, приготовили себе еду. Это очень похоже на ресторан. А в ресторане, в ресторане... А в домашних условиях часто хозяйки, ну, что берут? Берут бадью и делают на несколько дней, потому что уходят на работу. Что делает твоя мама вот для таких супов? Вот это отдельно, без всякой соли, нарезано, оно может простоять сутки. Ничего страшного. А вот этим кефиром заправляйте, ну, товарищи, когда вам надо. Вот это тоже, мне кажется, вполне уместный себе такой совет. Не будет сохраняться свежесть, и можно сделать чуть-чуть на подольше. Двадцать первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Двадцать вторые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok